Всем привет, с вами Тимур Перцев, и хочу сразу же задать вам вопрос, почему птицы летают? Если вы ответите по небу, то лайк вам за чувство юмора, а может быть, вы просто и не знаете ответа на данный вопрос. А почему земля, кстати, круглая, как и моя голова? Ну как, снова пошутите? А ведь вопросы, которые я озвучивал, естественно возникают у каждого, кто хоть раз сталкивался с окружающим миром, и ответы на них дает группа естественных наук. Вообще слово естество в таком, в данном виде мы сейчас почти не используем. Может быть, кто-то сейчас вообще впервые его услышал, как и я. Ранее, в древние времена люди так называли природу, представляете? Естество. Какие же науки являются естественными? Итак, запоминайте, физика, химия, астрономия, география и еще одна, догадайтесь какая? Раз, два, три, биология. Кто ответил верно, может продолжать наблюдать за нашим уроком. Ну, а кто неправильно ответил, может тоже продолжать. Нам, как говорится, не жалко. Поехали дальше. И именно на биологии мы сегодня остановимся более подробно и детально, узнаем все о живом мире, что нас окружает. Ну, не все сразу, хотя хотелось бы вот так вот раз, два, три и все знаешь. Ну, ничего, постепенно познакомимся сначала с простыми организмами, бактериями всякими, кстати, на ваших экранах их, мне кажется, очень даже немало, а потом перейдем к более сложным организмам. Итак, хотя подожду немного, наверное, экран сейчас протираете. В общем, давайте запомним, что такое биология. Это комплекс наук о живых организмах, их строении, жизнедеятельности, взаимодействии друг с другом и окружающей средой. И все это происходит вокруг нас. Муравьи что-то тащат в муравейник – это биология. Кошки под окнами кричат – это тоже биология. Деревья растут – это биология. Вы слушаете меня – это тоже биология. Я говорю – это биология. Мы с вами тоже часть биологии. Почему важна эта наука? Конечно, не только потому, что вам необходимо будет отвечать на вопросы учителя. Вот, к примеру, есть у вас кошка или собака? А знаете ли вы, что породы появились за счет скрещивания, а это стало возможным благодаря биологии? Многие сорта фруктов и овощей – тоже результат работы биологов. Также биология помогает человеку сохранять виды растений и животных. Но как же все эти важные научные данные человек получил? С помощью различных методов исследования. Кстати, для справки, слово «метод» произошло от греческого методос, что в переводе означает «способ» или «прием». Методос. Методос. Не напрягаемся. Спокойнее. Звучит, как заклинание. Согласен, но продолжим. Методосы, точнее, методы исследования в биологии применяются такие же, как и в других науках. А это наблюдение, эксперимент и измерение. Ну, с наблюдением все просто. Для начала смотрим, запоминаем, записываем все, что увидели. Для начальных данных этого вполне достаточно. Но ведь надо еще и со всем этим разобраться. Вот тут нам пригодится эксперимент. Каким образом? Вроде бы тоже не сложно. В лаборатории ученые повторяют явление, за которым ранее наблюдали. То есть увидели, как что-то происходит в живой природе в естественных условиях, а затем воспроизводят в искусственных. Такие эксперименты очень важны для ученых. И третий метод. Измерение. Не какое-то там измерение, куда отправляются ученые головы в своих снах. Просто в рамках этого способа человеку приходится все измерять. Те или иные биологические процессы и объекты. Измеряется температура, масса, скорость процесса. Все, что можно измерить приборами от обычной линейки до более сложных устройств. Возьмите линейку и измерьте высоту цветка на подоконнике. Сделайте то же самое завтра и еще через неделю. Заодно посмотрите, как меняется цветок. Вот вам и измерение, и наблюдение. А если еще и двигать горшок только к окну, то в тенек получится, что и метод эксперимента добавить. Заодно поймете, что в биологии важно сочетание всех методов исследования. Теперь о том, какие разделы в биологии существуют. Их можно даже отдельными науками назвать. Биологическими науками. Начнем с той, которая занимается растениями. Ботаника. Специалист в этой науке, ботаник, да-да, ботаник, специалист по растениям, вот так не надо додумывать. Бактериология. О чем? Можно, конечно, и не говорить, но я скажу, да, наука о бактериях. Наука о грибах называется гриба… не-не-не-не, не все так просто, не гриба, а микология, запоминайте. Дальше сложнее, цитология, наука о клетке и ее строении. Энтомология, наука о насекомых, комары, мухи, тараканы, тоже в этой части. Орнитология, изучает птиц. Ихтеология, не в смысле и их чья-то, а просто ихтеология. Это одно слово, так вот, означает оно науку о рыбах. Зоология. Это, ну, тут вы уже и без меня ответите, да-да, это наука о животных. Строением и жизнедеятельностью организмов занимаются анатомия и физиология. Не успели все запомнить, да ничего страшного, мы вернемся к этим вопросам в рамках других уроков. Да, и на крайний случай можно взять и перемотать или поставить на повтор. Всем пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .